Друзья, всем привет! Наверняка многие из вас знакомы с таким съедобным грибом, как печёночница обыкновенная, который растёт на дубах в августе-сентябре. Отдельно про этот гриб вы можете посмотреть на моём канале, а в этом видео я хочу рассказать о способе приготовления, который наилучшим образом подчёркивает вкус этого гриба. Тех, кто с ним знакомы, знают, что этот гриб содержит очень большое количество витамина С в своём составе, и именно из-за этого витамина он обладает довольно-таки кислым вкусом. И из-за этого его перед приготовлением, перед жаркой, например, советуют вымачивать, отваривать со сливом воды. Но поскольку я расскажу вам о рецепте засолки, то для этого гриб ни в коем случае нельзя ни вымачивать, ни отваривать со сливом воды, поскольку именно этот кислый вкус будет играть основную, скажем так, роль в этом блюде. Итак, для того, чтобы засолить печёночницу обыкновенную, нам понадобится соль обыкновенная, каменная, поваренная, одна столовая ложка без горки на каждые полкилограмма грибов. Поскольку у меня 720 грамм грибов, то я возьму полторы столовые ложки соли. При желании соли можно взять в половину меньше. Также нам понадобится чеснок. Я вот на такое количество беру 4 зубчика. Понадобится перец душистый и перец горошком. Душистого я взял 10 штук, а горошек так, на глаз. Это для меня наиболее оптимальный состав специй. Вы можете подобрать, конечно, на свой вкус. Например, там ещё либо лавровый лист, либо гвоздику. В общем, кому что нравится. Это не принципиально. И также на каждый килограмм гриба понадобится 1 литр воды. То есть в моём случае это 750 миллилитров воды. Для засолки грибы необходимо нарезать вот такими довольно тоненькими ломтиками. Мне, конечно, больше всего нравятся в засолку вот такие молодые плодовые тела, которые ещё не образовали геминофор. Они вот в разрезе выглядят так, а снаружи вот так. Но, тем не менее, зрелые распростёртые плодовые тела, у которых вот уже образовался геминофор, они тоже очень хорошо подходят для засолки. Итак, вода с солью уже вскипела. Засыпаем нарезанные грибы. Напоминаю, что соли нужно класть 1 столовую ложку без горки на каждые полкилограмма свежих грибов. Ждём с открытой крышкой, пока грибы закипают. Да, очень важный момент. Грибы необходимо класть именно в кипящую воду, чтобы максимально сохранить полезные вещества, в том числе и витамин С, которого тут очень много. Ну вот, грибы закипают, начинаем их помешивать. Включаем медленный огонь и засекаем 10 минут. Пену, конечно, при обильном образовании можно удалять, но, в принципе, такой необходимости нет, если перевести на медленный огонь и помешивать. Тем временем, пока варятся грибы, нарезаем чеснок тонкими пластинками. Это необходимо для того, чтобы вкус максимально перешёл в грибы. И 3 дольки нарезанные складываю отдельно, а одну дольку отправляю к сухим специям. 10 минут прошло. Высыпаю 1 зубок чеснока и сухие специи. И варим ещё 5 минут. Итак, 15 минут прошло. Высыпаем весь оставшийся чеснок и выключаем огонь. Грибы переливаются в банку обязательно, предварительно простерилизованную, и накрываются крышкой. После этого банку оставляем в тёплом месте на 2 или 3 суток. Если слишком жарко у вас в квартире, то 2 суток будет достаточно. И после этого убираем их в холодильник на 3-4 недели. После 3 недель уже можно начинать пробовать. Они, в принципе, могут быть готовыми. Если вам нравятся маринованные маслята, то я вас уверяю, печёночница обыкновенная, горячие засолки вам очень понравится. Поскольку по консистенции она точно такая же, как и маринованные маслята. А по вкусу она, конечно, уникальная. У неё получается свой очень приятный вкус и аромат. Одним словом, пальчики оближите. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И обязательно пишите в комментариях, хотели бы вы видеть в будущем подобное видео. Также те, кто попробует печёночницу по такому рецепту. Жду ваших комментариев, понравилось вам или нет.